5 ноября в Крыму будут отмечать дни крымско-татарской письменности и культуры. Без письменности большинство достижений человеческой мысли и почти весь жизненный опыт предыдущих поколений исчезли бы бесследно. Об особенностях графики крымских татар расскажет Диляра Шевкетова. Письменность – один из основных источников, свидетельствующих об уровне развития народа, благодаря которой мы узнаем об исторических фактах, событиях и о культуре мира. Основу крымско-татарского письма составляют архоно-енесейские надписи. Крымско-татарская письменность в разные периоды развивалась на базе арабской, латинской и кириллической графики. Связь именно с арабской письменностью начинается, в первую очередь, из-за Корана. На основе того, что к любви своей религии эта письменность, арабская вязь распространилась у нас в Крыму. При реставрации всех мечетей, при старых крымско-татарских захоронениях мусульманских, там везде присутствует арабская вязь. Даже если взять, например, киберджами, где мы находимся, есть старые, так скажем, таблички, на которых написано, что как бы, откуда мы знаем, что Мегли Герай, например, подарил эту территорию, эту землю под мечеть. Кроме того, кто ее построил, и там пишут, как всегда, чтобы это было сделано для того, чтобы мы вспоминали про них и просили Аллаха прощения за грехи их. На самом красивом по написанию языке мира изданы лучшие образцы национальной, религиозной, образовательной литературы и публицистики. В библиотеке имени Гаспринского хранятся древние памятники общитюрской крымско-татарской письменности, первый энциклопедический словарь, кодекс Куманикус и первые учебники крымских татар. Учебники печатались в типографии Смаила Гаспринского, там, где печаталась газета Терджиман. Среди учебников можно увидеть учебники по географии, по математике, по природоведению, элевбе, то есть букварь, детские книжки, мектепи Субьян, эсап, это математика. А также здесь можно найти крымско-татарские учебники, написанные латинской графикой и кириллицей. Изменение письма, оно отразилось и на системе образования, когда учебники адаптировались под то, каким письмом пользуется народ. За последние сто лет в результате языковых реформ крымско-татарская письменная система менялась трижды. У каждого культурного народа есть своя письменность. Наши предки с древних времен использовали архонно-енесейские надписи. Но в XII веке с принятием ислама все мусульманские народы перешли на арабскую графику, которая прошла несколько реформ. Последнюю реформу провел Исмаил Гаспринский. В 1928 году крымские татары начали использовать латинскую графику, а через 10 лет крымско-татарский язык был переведен на кириллический алфавит, который используется до сих пор. Значительный вклад в изучение крымско-татарской и восточной филологии внес доктор филологических наук Айдер Меметов, который подготовил и воспитал большое количество учителей крымско-татарского языка и литературы. Автор учебников, учебных пособий и словарей для школ и вузов на крымско-татарском языке в своих трудах использовал все виды крымско-татарской письменности. Эти учебники созданы для того, чтобы наши дети не забывали родной язык. Дни крымско-татарской письменности и культуры будут отмечаться с 8 по 10 ноября в библиотеке имени Гаспринского, в которой состоятся ашекские чтения, фолькорные посиделки, круглый стол и другие мероприятия. Диляра Шевкетова, Асан Зевадинов, Умир Мустафаев, Телеканал Миллет.